МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень 1978 года на севере Италии выдалась холодной и дождливой. Но несмотря на непогоду, на улицах Турино было необычайно оживленно. В городе не осталось ни одного свободного гостиничного номера, а с вокзала валили все новые и новые толпы приезжих. Все они торопились к храму святого Джованни Батисты и вставали в многокилометровую очередь, чтобы увидеть своими глазами выставленный там на всеобщее обозрение особый экспонат. Действительно, то, что так стремились лицезреть паломники, было необычным. Папа Павел VI назвал этот экспонат самой главной реликвией в истории христианства. И название этой реликвии – Туринская плащаница. Туринская плащаница. Что же, собственно, это такое? И в чем тайна и особенность этой реликвии? По утверждению католической церкви, это то самое полотно, в котором хоронили Иисуса после снятия его с креста. Позже плащаница была обнаружена в пустой могиле после чудесного воскрешения Мессии. Это кусок материи, в который был завернут Иисус именно после тех событий, которые печально произошли на Голгофе. И размер его 4 на 1,9 метра. Время и катаклизмы не особо пощадили святыню. Она попадала и в огонь, и под проливные дожди, и в руки злоумышленников. Однако центральная ее часть осталась целой. А там и находится то, что сделало плащаницу столь знаменитой. Изображение тела и головы Сына Божьего. А еще красно-коричневые пятна, которые, как говорят богословы, есть следы ранений Христа. Ранений, которые, согласно евангельским сказаниям, были нанесены Иисусу при распятии. Всего этого вполне достаточно, чтобы миллионы последователей Мессии, видевшие эту плащаницу или знающие о ней понаслышке, воспринимали ее как материальное свидетельство страстей Господня. Сторонники говорят, ранения, вот эти точки, пятна, якобы от крови, значит, да, они совпадают там, где, значит, Иисус Христос получил свои раны, пригвожденную к кресту. Дальше. Некоторые ранения соответствуют тем, значит, ранам, которые он мог получить, когда нес крест на Голгофу, когда его стягали плетьми, а плети не просто были, а с металлическими шариками. Это, конечно, жутко кожа рвалась, и своеобразные ранения образовывались на теле. Для людей верующих подобный факт и является главным доказательством подлинности реликвии. Но неверующая и сомневающаяся часть человечества всегда желает выяснить максимальное количество фактов, а уж потом делать какие-либо выводы. Первое, что всегда хотели узнать ученые, когда речь заходила о туринской плащанице, это возраст ткани. Действительно ли он исчисляется двадцатью или более веками? Ведь если это не так, незачем и огород городеть. Даты рождения и смерти Мессии давно установлены и неоднократно проверены церковной и исторической наукой. Возраст этой плащаницы 33-й год нашей эры плюс-минус 250 лет. Но, во всяком случае, укладывается точно в тот период, когда по земле ходил Иисус Христос. Здесь надо отметить, что это всего лишь предположение. Второй главнейший вопрос. Каким образом на ткани плащаницы получено почти фотографически документальное изображение негатива? Не общий уровень развития искусств вообще, не рисование в частности, как в те далекие времена, так и сегодня подобных аналогов не имеют. С помощью каких средств и материалов? Как именно выполнен рисунок человека в полный рост, где вид спереди и сзади сходятся в области темени, как две картинки из анатомического атласа? Неужели обычной краской? И рисунок ли это на самом деле? Нанесение краской или еще каким-то образом, тем более в давние времена, там специальная эмуляция какой-то, привело бы к пропитке этой ткани. То есть краска бы зашла значительно глубже. И это нельзя подделать. То есть фактически этот отпечаток, можно так сказать, он получен в результате некой как бы вспышки. Это своеобразный ожог вот этой ткани. Но самый главный вопрос, третий, кто именно изображен на плащанице? Неужели и вправду Христос, о котором человечество узнавало через предсказания ветхозаветных пророков? Или это величайший и искуснейший подлог? Ну, на самом деле, Туринская плащаница это одна из десятков, 43 плащаницы насчитываются некоторыми учеными, которые предполагают участие в судьбе Христа. 43 плащаницы. Неужели все они поддельные? Этого нельзя сказать определенно. Только необходимо отметить, что некоторые из них, несомненно, дублировали друг друга. То есть это были одни и те же полотнища, представленные в различных местах в разное время. Некоторые были уничтожены умышленно, другие просто исчезли. Даже если мы обратимся к самым современным методам исследований, вряд ли мы сможем с уверенностью установить, было ли в определенный кусок белой материи две тысячи лет назад завернуто именно тело Христа. Честно говоря, почему несколько плащаниц, почему, например, несколько копий Лонгена, несколько чаш Грааля, это понятно. Во времена, когда религия была основой общества, официальной, фактически осуществляла власть над обществом, и в Европе прежде всего, каждое королевство, княжество, графство, город и так далее, стремились заполучить в свои руки именно вот такую сакральную вещь, дабы увеличить свое влияние. Туринская плащаница явилась миру в полном смысле слова, неизвестно откуда, во Франции, в местечке Лерей, недалеко от Парижа, во владение графа Жофруа де Шарни. Граф вскоре умер, унеся с собой в могилу тайну появления плащаницы. В 1357 году полотнище было выставлено в маленькой церкви во владение графа, сразу вызвав большой приток паломников и переполох католического епископата, вполне резонно рассудившего, что неожиданное появление такой реликвии скорее всего свидетельствует о ее подложности. Но на самом деле, когда вот как раз уже в наше время исследователи начали копаться в глубину в историю, значит, оказывается, нашли сведения, что о ней упоминали и крестоносцы. То есть, именно крестоносцы, они якобы и вывезли ее с территории Турции. То есть, из Палестины плащаница попала каким-то образом в Турцию, и оттуда уже крестоносцы вывезли. Местное духовенство выразило порицание совещеннику за выставление плащаницы, а позже обратилось к папе Клименту Седьмому с просьбой запретить дальнейший показ реликвии, мотивируя тем, что некий безымянный художник сознался, что это дело его рук. И уже в самом начале 1390-го года Климент Седьмой, объявленный впоследствии антипапой, озвучил свой приговор по данному вопросу. Плащаницу разрешалось выставлять только в том случае, если при этом разъяснялось, что это не настоящий покров Иисуса Христа, а всего лишь картина или рисунок, изображающий покров. Казалось бы, вопрос решен. Высшая заинтересованная инстанция, глава католической церкви, склонная скорее признать любую фальшивку подлинником, если только она служит на благо веры, а вовсе не наоборот, объявила плащаницу подделкой. Однако это лишь на время приглушило связанные с ней страсти. В 1532 году в монастырском храме города Шамбери случился страшный пожар. Именно в это время там находилось священное полотно. Огонь тушили почти 6 часов, и когда открыли расплавленную от чудовищной температуры серебряную раку с реликвией, то обомлели. Плащаница осталась нетронутой пожаром. После такого чудесного спасения святыни из огня споры о ее подлинности вспыхнули с новой силой. Более 200 лет Плащаница находилась во Франции. А в 1578 году вследствие затяжных религиозных смут и войн Эммануил Савойский в интересах безопасности перевез ее в столицу своего герцогства Турину уже в качестве признанной реликвии христианского мира. Споры о ее подлинности или подложности периодически разгорались на протяжении нескольких веков. Разумеется, за Плащаницу, то есть за ее подлинность, выступали клерикалы и верующие, мотивируя в основном понятием чуда и не интересуясь какой-либо аргументацией против. В лагере же противников Плащаницы находилась наиболее свободомыслящая часть общества, справедливо полагавшая, что большинство реликвий всех религий мира подделки и фальшивки. До сих пор существует совершенно потрясающая версия всего этого, которую отстаивает сейчас очень много ученых в Западной Европе вооруженных различными современными средствами на 80% и поддерживает все практически синандологи, это люди, занимающиеся Плащаницей, что это дело рук Леонардо да Винчи. Но как именно Леонардо мог создать Туринскую Плащаницу? С помощью камеры обскуры, отвечают ученые. Сначала он вылепил свою голову, затем натянул в темной комнате на каркас полотно, пропитанное сульфатом серебра, которое легко можно было достать в Италии в 15 веке. Это придало холсту свойство светочувствительности, отдаленно сходное с тем, которым обладает современная фотопленка. При попадании на сульфат серебра ультрафиолетовых лучей начинается химическая реакция, и на ткани остаются следы, напоминающие ожоги. В одной стенке камеры Леонардо проделал маленькое отверстие и закрыл его хрустальной линзой. Солнечные лучи, проходя через увеличительное стекло, выжгли на ткани черты бюста. Выяснилось это благодаря нескольким письмам, которые обнаружились совсем недавно в собрании в библиотеке герцогов и графов Савойских, с которыми дружил Леонардо, которые жили всего лишь в 65 километрах от Милана, где многие годы жил Леонардо. Потом Леонардо забрал то, чем он занимался, свернул все это хозяйство, которое при нем было, связанное с плащаницей, и отправился дальше, на север и на запад, во Францию, где я кончил свои дни. В пользу этой теории говорит тот факт, что в трактате о живописи Леонардо имеются самые, пожалуй, ранние чертежи примитивного фотографического устройства, которое могло быть использованным при создании изображения на плащанице. Оно-то и называется камера обскора. Это простейший вид устройства, позволяющий получать оптическое изображение объектов. Тем более, что отпечаток на холсте является классическим фотонегативом. Проверить, кстати, это легко при помощи анализа плащаницы на наличии сульфата серебра. Кстати, в 1898 году плащаница была впервые сфотографирована. К изумлению фотографа, проявлявшего пластинку, расплывчатые пятна изображения на ткани получились на негативе гораздо более четкими и позволили выявить множество неразличимых простым глазом деталей. А когда был получен позитив, то он просто всех поразил реалистическими чертами человеческого лица и тела, не воспринимавшимися столь ясно на подлиннике. И выясняется, что это в общем-то не Иисус Христос, а какой-то человек очень похожий, например, на Леонардо да Винчи, то есть который сам себя там фотографировал и рисовал, то есть не рисовал даже, а изображал, так скажем, с помощью каких-то методов фотографий, которые начал тогда только-только изобретать вместе с парашютом, с танком, с прочими делами. Однако не все склонны согласиться с этой версией. По мнению некоторых ученых, предположение, что туринская плащаница, дело рук да Винчи, не учитывает нескольких факторов. Например, как объяснить то, что на таинственной реликвии отпечаталось тело в полный рост, да еще и с двух сторон, с лица и со спины. Доказано, что Леон, что этой материи около двух тысяч лет, значит, это подтверждение, значит, да, мог быть Иисус Христос завернут. А дальше, значит, вот этот силуэт, вернее, отпечаток, который сохранился на этой ткани, да, это отпечаток как бы человека. Значит, по описанию Иисуса Христа никто не может твердо сказать, да, вот, что он так именно выглядел. Человек на плащанице – это мужчина крепкого телосложения примерно 30-40 лет, с не спадающими на плечи длинными волосами, разделенными на прямой пробор, с усами и бородой. В опровержении теории о том, что плащаница – мистификация Леонарда, британские специалисты по генеалогии указывают, что ношение мужчинами длинных волос не одобряли не только в 14 веке. Средневековая иконография вообще изображает Иисуса с довольно короткими волосами. Но иудеи носили длинные волосы и бороды со времен Моисея. Кроме того, ученые определили рост человека, отпечаток тела которого находится на полотне – 1 метр 80 сантиметров. Бросается в глаза редкое благородство форм и безукоризненность пропорций фигуры. Отчетливо видны многочисленные раны и повреждения. Каждая царапинка до малейшей капельки крови. Если это фальсификат, то определенно можно утверждать, что творец этой подделки отлично знал Евангелие и запечатлел страдания Иисуса с хрестоматийной точностью и пунктуальностью. Несмотря на то, что многие исследования плащаницы проводились ведущими учеными всего мира и много, основным и окончательным вердиктом на то, что она подлинная, весь мир признает в этом, в источнике этого окончательного вердикта, институт криминалистики ФСБ, который является конечным судьей, так сказать, авторитетным, призванным во всем мире при расследовании аналогичных вещей. Специалисты Слубянки намеренно ушли от религиозной трактовки реликвии. Они решили исследовать ее как материальное свидетельство с места преступления. На профессиональном языке это называется вещдок. Криминалистам пришлось провести комплексное исследование на стыке химии, физики, математики и биологии. Для начала они выяснили возможный возраст ткани, смоделировав процесс старения. Выводы были сенсационными. Все зарубежные исследователи, которые пытались доказать, что площаница поддельная, так как самой ткани не более 700 лет, допустили очень серьезную ошибку. Плащаницы не менее двух тысячелетий. Вместе с тем были опровергнуты более ранние предположения о том, что реликвия старше Иисуса на 10 веков. Кроме доказательств возраста плащаницы, криминалистам удалось по отпечаткам на ткани исследовать характер ран, полученных Христом. Говоря профессиональным языком, исследуемый материал сохранил явные свидетельства о жертве насилия. В протоколе криминалистов есть следующие строки. На длинной льняной материи размером 4,3 метра на 1 метр имеется слабо проступающий желтовато-коричневатый отпечаток двух проекций обнаженного мужчины спереди и сзади. Анализ всех отпечатков доказывает, что изображенного на ней человека бичевали плетьми римского образца, имевшими пять хвостов с закрепленными на концах свинцовыми пуговицами. Согласно выводам ученых, раны, полученные человеком, завернутого в эту ткань, точно соответствуют описанным в Библии страданиям Христа. На правом плече широкая полоса, свидетельствующая несение тяжелого предмета, возможно креста. Носовая кость перебита от удара с левой стороны. С той же стороны скула разбита, поэтому она отечная. Подбородок ярко очерчен, особенно слева. Справа на нем пятно от крови или глубокой раны. Изображение лица асимметрично. этот человек страдал, поэтому его черты после смерти не одинаково сократились. Именно так гласит заключение криминалистов. Но самый главный вопрос как, каким образом отпечатался на материи человеческий силуэт? Вот тут идут споры и никто не может прийти к единому. Сторонники есть и за и против, что как вот этот силуэт человека оказался. Все это было проверено, никаких следов краски нет. То есть скорее всего, ближе всего это как негатив отпечаток как с фотографии. Но тогда тело должно обладать какими-то свойствами значит какой-то энергии, чтобы нанести отпечаток вот на эту ткань. Эксперты ФСБ воссоздали процессы, происходящие в волокнах льняной ткани при соприкосновении с плотью человека. Причем человека, изможденного тяжелыми физическими нагрузками, длительным истязанием и похороненного по канонам иудейской традиции. Доброволец из числа сотрудников Института криминалистики, мужчина с длинными волосами, бородой и усами, несколько часов подряд до пота тренировался на тренажерах. После этого его накрыли льняной тканью, примерно такой же, как и плащаница и продержали под ней несколько часов. Результат эксперимента оказался ошеломляющим. В растительной ткани в различных пропорциях соединена целлюлоза и льнин. В химической реакции с кислотами, выделяемыми кожей человека, эти элементы превращаются в сложное по своему составу и структуре вещество. При определенной температуре бесцветный лигнин приобретает желто-коричневый, а при очень высоких значениях темно-коричневый колер. Эксперименты позволили получить идентичное отображение объекта на ткани. Портрет лица человека выходил точный, почти как на фотографии. Выводы экспертов ФСБ впору считать сенсацией. Туринская плащаница не подделка. На ней естественным образом запечатлен образ распятого на кресте человека, травмы которого точно совпадают с описанными в Библии ранами Христа.